Так, всем приветствую, с вами ДПК. Продолжаем играть за Османскую империю в Виктория-3. И продолжаем мы лечить нашего больного. Нам нужно повоевать с Египтом, но вы же могли заметить, здесь есть с Австрией война, и все правильно. Дело в том, что у них есть дипломатический пакт оборонительный с как раз-таки Египтом австрийцев. Но я так подумал, блин, лучше не ждать, пока они его разорвут, потому что прямо сейчас на наших глазах происходит война между Пруссией и Австрией. И война такая, я бы сказал, суровая, прям. Тут Австрия, Россия, Британия, Пруссия, не поверите, Франция в союзниках. Короче говоря, замес нереальный, и лучшего момента, чтобы напасть на Египет, наверное, может не быть. Конечно, был бы лучший момент, если бы Египта не было союзников, но раз уж есть, то нам как бы следует иметь то, что иметь. И смотрите-ка, у нас рейтинг 6. Что именно я сделал? Сейчас покажу. Я повысил зарплаты и зарплаты военных. Сейчас мы, оп, вернулись на прошлое место. Почему я это сделал? Чтобы у нас было больше маневров. С большим рейтингом у нас больше маневров. Соответственно, мы сможем собрать все Сирию, нижний и средний, верхний Египет и Синай. Именно эти территории нужны для первого тензимата и сразу для второго. Мы сразу считаем 1002, и нам нужно будет потом просто одно из этих сделать, но по факту мы можем подавить и противно. Этого будет хватать. Тем более, что вот здесь, скорее всего, все-таки, особенно учитывая прогресс, да, вот этот вот, скорее всего, здесь все-таки нужно на 35. Я об этом слышал, когда люди ругались там, что у них что-то не работает. Так вот, все наши усилия будут сфокусированы на Египте максимально. Здесь мы максимум уровеньжем держать какие-то армии для защиты, но я бы предпочел вообще не держать. Мы посмотрим, сколько Австрия сюда перекинет, столько же мы примерно попробуем перекинуть в ответ. И плюс мы сделаем, как в прошлый раз, здесь выстку. Она должна быстро пробить Египет. Так что план, в принципе, у нас достаточно простой. В этот раз у Египта будет меньше войск, но будет Австрия, у которой дохренеющие войск. Так что, пожелаем нам удачи. Ну что ж, мы поехали. Кстати, там еще был нет, но они вышли отсюда, видимо, решив, что ну нахер. И, слава богу, Пруссия хочет с нами улучшить отношения. Я бы тоже с ними хотел улучшить отношения, не затерять времени, да. Но посмотрим, кто победит. Я бы, конечно, хотел, чтобы победила Пруссия, потому что с Пруссией у нас, скорее всего, конфликтов не должно быть. И Пруссия пока что... О, нет, Пруссия выглядит отвратительно, блин. Буквально недавно рынок у нее был нормальный, теперь вот такой вот. Так что, да, беды. Ну, возможно, это из-за того, что этот конфликт начался, но в теории, если они победят в этой войне, то у них будут неплохие шансы на объединение Германии. Другой вопрос в том, что выглядит так, что Пруссия проиграет. Что здесь все-таки две вот этих больших державы. Франция, конечно, сильна. Блин, ну, хотя, не факт, не факт. Здесь техни должны быть получше, чем у России, возможно, чем и у Австрии. Там вообще застрельщики, скорее всего. Ну-ка, давайте даже проверим. Какие вообще шансы там? Там застрельщики, да, и мобильная артиллерия. То есть, тех еще на один больше. А здесь же давайте проверим, что у нас. Мы можем видеть. Да, здесь линейная пехота. У России, я думаю, не должна быть точно тех застрельщиков. Да, так и есть. Линейная пехота и мобильная артиллерия. То есть, французы опережают у тех и тех по техам. Шансы есть. Другой вопрос, что Пруссию, скорее всего, оккупируют и заставят капитулировать. Ладно, у нас есть собственная война. Поехали в ней участвовать. Итак, они не задались. Никто за них больше не зашел. Слава Богу, там, в принципе, все заняты своими войнами. Можно перебрасывать войска. Австрии, кстати говоря, вообще сюда войска, блин, только не хотела отправлять, вот теперь отправила. Давайте сюда перебросим вот эти войска, чисто на защиту. Не знаю, успеют, не успеют, надеюсь, да. И вообще нам бы что-то отправить на высадку. Сделаем вот так, апнем и посмотрим, какой у нас генерал поедет туда. И вот этого мы отправляем. В принципе, мы побеждаем вроде и здесь. Хотя нет, слушайте, мы не побеждаем. Но там прокнули бафы на защиту все-таки. Это неприятно было. Ну и мы пробьемся здесь, потом, собственно говоря, пробьемся здесь. Плюс выскочить тоже нам поможет. Так, здесь пускай плюс шансы будут. А здесь, слушайте, нас атакуют? Нет. Давайте попробуем сами еще вот так перейти. Почему бы нет? Там всего лишь 16 австрийцев. Мы как бы хотим Пруссакам помочь? Да. У нас стихи нормальные. По душам австрийца только так. А шансы... Ой, господи. Тут-то жесткие, жесткие победы. Жестко они территорию теряют. Я поставил репарации с Египта, потому что я думал, с Австрии буду сидеть в обороне. Но, судя по всему, мне нужно было брать репарации с Австрии. Это очень сейчас солидно должно помочь в войне с Пруссией. Но там уже все потеряно. Но, брусаки, точнее, австрицы наматываются, конечно, наши пушки. Но, блин, ситуация грустная. Ну, австрийцы перебросили сюда сотку. Это должно как-то помочь. Он в Баварию смогли они капнуть. Шансы у Пруссии есть, но очень маленькие, конечно. О, протекционизм. Это приятно. Это приятно. Давайте ту армию вообще выведем вот сюда. Будем про ее существование. В принципе, нам она там не нужна больше. Австриец вообще здесь находится. Господи, чего там делаете? Отопление потокой. Без пути... Пути прогресса неисповедимы. Православных у меня почти нету. Ну, и Египет, в принципе, вот-вот капнет, я думаю. Ну, это, смотрите-ка, осталась только война Австрии с Францией. Бруссия оттуда вышла. И, в принципе, я даю им там атаковать. Беспрепятственно по той просто причине, что у Австрии нету, надо сказать, у Соболи. Да, есть у Египта, но Египет сейчас капнет. И Австрия просто выйдет на белый. Вот так это и случилось. Плюс территория. Возвращение серии завершено. Прикольно, но непонятно. Допустим. Вот, да, плюс две записи готовы. Нужна еще одна. А что это дает? Завуалированный протекторат. Слушайте, я бы марионетки доделал, чтобы потом дешевле все аннексировать, но посмотрим. А здесь, пожалуйста, белый мир. Вот мы почти что вылечились. Так, есть у нас диалектика сейчас. Давайте теперь сюда в движки. И институт включаем до третьего левла. В общем, мне хотелось бы дальше отменить работорговлю, но пока там слишком губернаторы будут недовольны этим, нам бы с ними что-то сделать, но пока особо никак. И у нас тут есть движение за свободу совести. Знаете, что я сделаю? А, ну и так радикально достаточно. Давайте так и сделаем. Смотрите, до полного разделения мы не сможем дотянуть, но свободу совести еще они потерпят. И мы, смотрите, так перейдем, подпортим власть суннитов. Нам это нормально. Мы не хотим, чтобы они у нас были. Они нам много чего руинит. Единственное, наверное, они вот сюда голосуют. А нет, смотрите-ка. Суннитам плевать на это. Да, так что нормально. Суннитов так под душем. Плюс в теории мы сможем поменять производственные методы с как раз-таки религиозных вот здесь штук до светской администрации. Кстати, вот это можно сделать. И таким образом у нас появятся чиновники вместо священнослужителей, а значит, священников станет просто меньше. Следовательно, у них влияние еще меньше станет. Так что пойдет. В принципе, мы вот эту штуку практически убрали. Нам, во-первых, вот это можно даже ничего не делать, и мы выполним. Но если вдруг что-то у нас пойдет не так, мы всегда можем просто достроить до 250 нашу армию, и тоже все будет толк. Так что пока что мы просто строим различную промышленность. Нужно будет еще, кстати говоря, наши недосадки здесь подкрыть немного. Вот так, занимаемся сейчас промышленностью и техами. Надо сделать хорошую экономику для нашей будущей армии. О, смотрите-ка, у нас интересный ивент при принятии закона. Религиозная коррупция можно сделать нашего интеллигента нигилистом. Но, честно говоря, я не думаю, что в этом есть особый смысл, потому что интеллигенты так за как раз-таки полное разделение. Из этого ничего не изменится, честно говоря. А здесь нам даже ничего не интересно, так что плюс 10% просто берем, но и нет, забавный. А вот и образование третьего левела, плюс 30 доступности, еще плюс к обращению тоже есть. На самом деле это прям приятно. У нас сунитов куча. Конечно, в этом еще помогает мод, который ускоряет ассимиляцию и как раз-таки конверсию, чтобы меньше лагало, потому что, да, лагает меньше после патчей, но все равно дополнительные расчеты лучше, чтобы их не было. Мне приятно, когда игра идет быстро. Так что, ну это по факту еще больше ускоряет, так что обращение всегда приятно. А вот мы и приняли закон. Это как раз-таки была религия. Теперь мы можем начать душить все духовенство. Смотрим, у них сейчас 15, и будет потихоньку это влияние падать. Кстати говоря, здесь еще и хвоста лидера полезны, но самое главное, что здесь вот свойства лидера, блин, 10 и еще 2 вот отсюда. Ну ничего с этим не поделать, надо, чтобы они просто умерли. И арботроволю, конечно, тоже хотелось бы убрать, но тут пока терпим-терпим. А вот и железные дороги у нас появились, слава богу, очень не хватало. И можно качать много чего теперь. Будем сейчас бустить наше производство именно всяких рудников. Сельское хозяйство подкачивается, тоже будет полезно. Начинаем установиться маломальски нормальной державой. Но, конечно, все еще не хватает образования, и единственное, слава богу, мы инновации делаем уже в лимит хотя бы нормально, тихо качаем, но грамотность там еще качать и качать. А еще я обнаружил, что мы можем сразу же и добить нашу религию до полного разделения. В принципе, как сказать, в целом вообще религия наша очень большая, поэтому можно и оставить здесь было бы, но на будущее, да и чтобы консерваторов наших додушить, надо идти до полного разделения. Так что идем. Более, что пока другие законы, которые я хотел бы сделать, нам не очень доступны. Единственное, я о чем думаю, что, возможно, мы сделаем полицию себе, потому что профессиональную полицию хотят даже местные губернаторы, так что это даст нам плюс 5, еще где-то там там найти и, в принципе, дотянуть до того, чтобы было бы больше, чем минус 10, и можно запретить нравство с этим. Блин, у нас тут неприятные вещи прокают, вулкан. Ну что ж, надо, конечно, выделять на это средство. И строим мы теперь моторные заводы и железные дороги, на инфраструктуру моторную мы еще будем тратить на верфи. Давайте сразу так и сделаем. Постройки первого завода, будет уже спрос на них, они начнут расширяться активно. Франция предлагает нам торговое соглашение и, блин, вообще, вообще, давайте. Мы денег особо не потеряем, потому что мы с ними то чтобы торгуем. А вот можно начать торговые пути прокладывать вполне себе во Францию теперь. Без затраты лишней бюрократии. Бюрократия, господи. Тем более, что у нас есть некоторые товары, которые можно парить, так сказать. И так как у нас пока что не было торговли, нормально. И самое главное, мы улучшим наши отношения. И я бы реально заключил союз с французами. Это может быть для нас очень полезно, особенно против Австрии. Кстати говоря, тут Италия сформировалась. Из Германии, я думаю, будет все так себе. Здесь у Пруссии дела так себе. Ну, что-то она подинтегрирует в себя, но потом будет, наверное, захватывать ПТЦ или что. У нас уже союзник, в принципе, выбран. Будем с Францией дружить. Мы экономически и военно подрастем. Будем нормальным союзником тоже. А пока можно немножко подзахватывать вот этот полуостров Аравийский, собственно говоря. Не думаю, что кто-то будет за ним заходить. Но даже если будет, как обычно, мы будем просто пробиваться. О, пеританцы решили нам помешать. Но, опять-таки, ничем они сильно нам не повредят. Или что они так решили делать, непонятно. Ну, допустим, казусабеля сюда не добавилось. В России добавился. Интересно. Ну, в России тогда вернет там Карс. Добавил я Карс, добавил я Дабруджу, чтобы регионы объединить. Посмотрим. Получится что-то контратаковать. Отлично, нет? Ну, и ладно. А вот и химия нам подъехала. Можно не делать заводы новые, но удобрения у нас будут. Как и говоря, у нас новые здесь насосы. Тоже плюс, собственно говоря, ресурсы. Очень классно. Еду сюда миллион войск. Каких-то российские. Ну, что ж, я вам сказать только удачу, потому что у меня здесь хорошие генералы на атаку. Это вообще и артиллеристы, и планировщик наступления. Так что пускай они сюда едут. Ближе к войне мы уже непосредственно докинем сюда еще, чтобы это все пробить. Ну и плюс, можно какое-то время даже чуть-чуть в обороне посидеть. Это в целом тоже нормально. Здесь прокнули не очень битовые. Одна в защите, одновременно в атаке. Я предпочел бы, чтобы сначала они нас атаковали. Странно прокнули. Но допустим, флот наш вот здесь вот налет на конвое делает. Надеюсь, это тут сработает. Но я сюда не все войска закидываю, чтобы в защите постоять. Я, конечно, в атаку перешел, но я рассчитывал в том, что они нас атакуют, и мы сразу же контратакуем. В итоге получилось как-то очень странно. Судя по всему, мы прям одновременно атаковали. Ну и по-другому я не вижу, что могло произойти. Но в целом пускай они вот так вот поатакуют. Мы еще их порейдим, и будет нормально. Расходы у нас здесь нормальные. Стоит немножко налоги поднять, чтобы в минуса не улететь. Можно еще здесь вот потребительские поставить. И, в принципе, ну да, у небольших плюс налогов посидеть. Итак, попытка опять атаковать их. В этот раз чуть поуспешнее, но все равно недостаточно. Вроде. Так, о. И смотрите-ка. Как это все как обычно. Нужно отвоевать балканы, либо бюрократия. Ага, ага, ага. Бюрократия. Нет, конечно, балканы. Конечно, плюс балканы, плюс куча клавиумов. Отлично. И мы лишились дебафа на престиж. Теперь у нас нормальный престиж еще сверх того. Но в целом, по ощущениям, все-таки есть какой-то эффект от этого. Видите, у них боевой дух не полностью заполнен. Но я не уверен, что прям достаточный. Будем пробовать пробиваться, тем не менее. А вообще, давайте сделаем по классике высадку вот здесь вот. Будем вторым фронтом душить. Бюрократия у нас ушла в плюс, поэтому давайте возвращаем налоги, чтобы у нас радикалов сильно не наплодилось. Хотя у нас уровень жизни растет, а следовательно и лоялисты плодятся. Забавный факт. В России они не заметили, что мы ушли с позиции и продолжают не атаковать. Ну что ж, пускай все так и продолжается. Двести два... Это было неприятно сейчас увидеть. Вот так, здесь мы пробиваемся. Вот здесь, здесь у нас дефают, здесь мы снова пробиваемся. Здесь, кстати говоря, раз их здесь мало, давайте мы тоже будем пробиваться. И здесь тоже перейдем в наступление. А вот и полное разделение подъехало. Прекрасный закон, потихоньку мы идем к нормальным законам. И теперь идем в профессиональную полицию. Ради этого мне пришлось правительство сделать неприемлемым. Но чуть-чуть потерпим. И Россия, они опять отсюда войска телепортировали. Непонятно, что происходит. Но так и быть, я не против... А, они вот сюда их повели, я понял. Ну что ж, удачи вам с этим. Мы тем временем будем наступать и продолжать здесь. А эта армия пускай отсюда просто выйдет сейчас после боя. И мы наконец-то начинаем пробиваться здесь. Отлично. Еще хороший модификатор там, хороший генерал здесь. Равно... Отличная атака. Здесь тоже у нас пробиваемся мы отлично. Собственно говоря, Варскор тоже набираем против России. А они нам территории отдадут. И я думаю, репарации тоже будут платить. Плюс бабки. Здесь нас, кстати говоря, сейчас будут атаковать. Вторая битва уже... А, нет, смотрите-ка, нормальная. Но сюда все войска российские дошли. Иначе нам нужно немножко будет посидеть в защите снова. Ну и такое. Их все-таки побольше. И несмотря на баф. Но битву проигрываем. Но нам самое главное вот сейчас Россию здесь капнуть. Россия потеряла уже много территорий. Плюс самое главное, она потеряла территория, которая является... Каза Собели. Соответственно, сейчас мы очень солидно Россию захватываем. У нее должно... Желание воевать резко падать. И в принципе, нужно сдаться скоро. Вот они решили сюда войска переместить. Кстати говоря, там же и британцы еще, господи. Я забыл об этом даже. Еще же и британские войска. Мы сражаемся одновременно, ребята, против... Скорее всего, да. Одни из самых сильных держав. Самая сильная и четвертая. Вот как перерождается наша Османская империя в бою. Здесь нас, конечно, перемололи жесть. Надо отступить отсюда и восстановиться частично. Пускай Россия захватывает обратную территорию. И воинственность свою она на этом уже потеряла все равно. Если слушать, здесь... Блин, мы держим и там, и там. Давайте вы чуть-чуть вернятесь, восстановитесь. Стоп, сразу наобратно. Здесь мы сейчас немножко еще повоедем и тоже перейдем в атаку снова. Давайте возвращаемся. Добавлено факт, что захватывают они все по одной территории. Скорее всего, потому что не россияне здесь атакуют. Хотя не уверен, я точно. Так, это войска. Они все пришли, вот сейчас дошли все. Нам достаточно переждать просто. Сейчас, я так понимаю, да, сдастся эта страна. Если теперь все едет в Россию, сейчас нам достаточно тоже просто поддержать оборону в России, потому что мы держим цели войны. Британия тоже сдалась, все. Осталось немного. Просто держаться, пока россияне будут наматываться на наши пушки. Здесь очень странно разделился фронт, просто жесть, как странно. Но мы не будем еще придумывать. Мы сделаем вот так просто и перейдем здесь в контратаку. На некоторое время. Это казалось плохой идеей. Там прокнул баф, нам прокнул дебаф. Нет, тоже баф. Но у нас... Ну, качество все-таки подрешало. Тогда мы просто все перейдем здесь в защиту. Господи. Я ожидал, что если здесь нажать вот это, то он здесь и останется. Нет. Хотя, слушайте, мы эту битву даже выиграли. Да, еще захватили территорию. Ну ладно, теперь мы точно сидим в защите. Хотя вот это окружение можно и добить. И тут на ней, кстати говоря, пробиваются. Но пробиваться они, скорее всего, будут очень долго. И уже да, точно не успеют за всех своих целей войны. И вот оно. Получили карс, добруджу. Полностью территорию вернули. Этих стыдов объединили их. И самое главное, репарация от России. 23 тысячи это солидно, я считаю. Это очень солидно. 21 фактически от России. В общем-то, османы на коне, я считаю. Экономика у нас процветает. ВВП растет. Восьмой в мире. Конечно, далеко до ведущих держав. Но мы их догоним, догоним. Грамотность у нас солидная. Уже 38%. Никто не вспомнил, да? У нас было 22% на старте. Так что в полубоя под пушками османы становятся снова великими. А с вами был Дабгай. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Оставляйте лайк, комментарий. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok